18.02. Время местное. Меня зовут Надежда Савельева. Это программа «Особое мнение» на телеканале «Абакан-24» и радио «Абакан». У нас впереди целый час прямого эфира 22.60.11. Это телефон нашей студии. Можете звонить, задавать вопросы и вообще высказывать свое мнение. Сегодня у нас в гостях Оксана Николаевна Хорина, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Абакана. Оксана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Спасибо, что нашли время в пятницу вечером прийти к нам в студию. У нас сегодня предпраздничный день, последний день весны, с чем вас и поздравляю тоже и всех наших зрителей и слушателей. И завтра, наконец-то, первый день лета, а еще замечательный праздник – День защиты детей. Друзья, и как раз в преддверии этого прекрасного праздника мы здесь, собственно, и собрались. Сегодня, конечно же, будем говорить про праздник. Оксана Николаевна, возможно, нам расскажет историю этого праздника. И также будем говорить о детях, о безопасности детей. В летнее время сейчас каникулы начались. В общем, все про детей. Поэтому будьте с нами, конечно же, подключайтесь к диалогу и никуда не переключайтесь. Ксения Николаевна, расскажите немного про праздник День защиты детей, предысторию, для чего его создавали, с какого момента он уже существует. Мы уже привыкли. Например, я помню свое детство, что раз 1 июня надо в детский парк «Орленок». Обязательно там множество площадок, конкурсов, можно выиграть призы, можно тут же покататься на аттракционах. Там же и бывало, и мороженое раздавали раньше. Ну, я не знаю, как сейчас. Фотографировались обязательно. Вот, потом и на, кстати, на аттракционы тоже билеты разыгрывали. То есть, в принципе, я помню, что сразу же разговоров даже не было у меня в семье, что мы идем в «Орленок» отмечать День защиты детей, потому что там весело, много детей, угощения какие-то, развлечения. Дети это все любят. Вот, для чего этот праздник вообще был создан. Вот, очень здорово и хорошо, что мы этот праздник, этот день воспринимаем как праздник. И действительно, это первый день летних каникул, это окончание учебного года, это начало отдыха. Но изначально праздник, он не был праздником. Это был закрепленный день, к которому стремились несколько тысячелетий. Права ребенка всегда были на первом месте, но не всегда соблюдались. Мы говорим о том, что дети были перегружены трудом, да, и были там, если начало 20 века взять и в няньках, и батрачили прям, что называется. Вне со взрослыми, да. И были распространены телесные наказания. И каждый раз такая просвещенная интеллигенция говорила о том, что что-то в этом мире и менять нужно. Потому что самое важное, что у нас есть, это наши дети. И детей нужно наделить особыми правами, оградить их особой защитой для того, чтобы жизнь им была комфортна. Так появилось и право на образование, и право на отдых, и право на защиту от различных форм дискриминации. Но 20 век, он тем был и сложен, и интересен, что, собственно говоря, не было ни одного года, когда не было каких-то потрясений или каких-то катаклизм. Постоянно что-то мешало. И собраться впервые осознанно международным сообществом удалось только в 1944 году. Тогда и решили, что должен быть закреплен во всех международных календарях один особый день. 1 июня, который бы назывался Днем Международным Днем Защиты Детей. И уже 1 июня 1950 года этот день впервые отметили во многих странах. А документ, закрепивший права ребенка, появился гораздо позже. Это тоже нам всем известная конвенция о правах ребенка. Но она появилась в 1989 году, только спустя почти 40 лет. Подписали конвенцию 61 страна. Практически все были согласны с теми позициями, которые обозначены в конвенции. СССР присоединился к этому в 1990 году. И вот с тех пор все больше внимания уделяется правам ребенка. И даже вот сейчас можно сказать, что летом у нас ребята трудятся под особым контролем. Очень четко ограничено время, в котором они могут трудиться. Огромнейшее количество досуговой занятости, потому что детки имеют право на отдых. Лагеря с дневным пребыванием, загородные лагеря, досуговые какие-то центры, отряды. Ну и, конечно же, родительский семейный отдых во главе угла все время. Кто-то из ребят сейчас в пришкольных лагерях. Некоторые уже у нас в загородных... Со следующей недели. Когда стартует следующая неделя? Да, 6-го, по-моему. То есть это наши городские, да? То есть это наши городские, да? Начинаются с 6-го июня. Скоро поедут ребята на первый сезон. Ну, раз уж мы начали, давайте начнем, наверное, с темы именно оздоровительный лагерь. Насколько я знаю, 7 полных лет должно исполниться ребенку, чтобы его взяли. То есть он первый раз едет отдыхать, мы же так один без родителей, он там ночует, живет. Вот скажите, если родители сомневаются, например, то есть вроде как ребенку 7 полных лет. И у них такое колебание, отправить или не отправить. Потому что вроде как думают, вот такой еще маленький человечек, как он без меня обойдется, а будет ли он зубы чистить утром, вечером, а как он там дальше со своей... А как он будет стирать сам себе и так далее. Ну, понятно, дети у каждого свои... Ну, по-своему развита самостоятельность, кто-то более, кто-то менее. Вот как определить, готов ли ребенок ехать в оздоровительный лагерь и прожить 3 недели, если они ошибаются, без родителей, один на один, да, на природе, находясь с воспитателями и с детьми. Часто ли у нас дети вот такого возраста ездят в лагеря загородные? Детки, младшие школьники, особенно первоклассники, конечно, не составляют большую группу среди всех, но, тем не менее, отряды есть, чаще родители их отправляют для получения первого опыта в пришкольные лагеря, потому что там есть и доля самостоятельности, и сразу же общение в стихийном коллективе, когда созданы совершенно с другими взрослыми, часто не их педагогами, к которым они привыкли. Режимные моменты, которые соблюдаются... Ну, рядом с нами 19-я школа, мы как раз наблюдаем, как вот эти отряды передвигаются, как они слушаются или не слушаются, как по-разному организованных досуг. И, конечно же, что называется, плавать можно научить по-разному, да, кого-то можно бросить на середину речки и ждать, выплывешь, не выплывешь. Ну, если не будешь совсем выплывать, я тебе помогу, вытащу. А с кем-то можно бережно и осторожно. Вот так же и детский лагерь. Главное, чтобы загородный лагерь не был воспринят ребенком как наказание. Что все остались, вот бывает такое, я отправлю тебя на 21 день... Да, а зачем так преподносить? Надо же наоборот сказать, что там... Ты у меня не самостоятельный, тебя там быстро научат самостоять. А, вот оно такое бывает, да? Да, такие варианты бывают. Вот, вот там... Ну, это как на каторгу, правильно? Там, безусловно, такие вещи есть. А кто-то, ну, когда подростки, подростки уже сами там его собираются в лагерь. Им уже все интересно, познакомиться, пообщаться. А с малышами, конечно, сложнее. Это особые режимные моменты. Это питание, которое, по большому счету, отличается от домашнего. Потому что оно гармоничное, сбалансированное, да, без всяких перекусов, без всяких... Без пельмешек, колбасок, да? Без пельмешек, колбасок, бутербродиков, чипсов. Чего они ждутые чипсы. Да, да, да. Вот. И, конечно же, ребёнок, который привык очень много времени проводить самостоятельно, бесконтрольно имеется в виду. Допустим, когда мы все восемь ушли, да, там, потом вернулись когда-нибудь, когда темно. То он очень удивляется. Потому что пребывание в лагере – это очень достаточно жёсткие режимные моменты. Когда нужно встать, когда почистить зубы, когда пойти на зарядку. Общую постель за собой убрать. Вот то, о чём говорит. Если такая идея у родителей появилась, что у ребёнка, вот попробуем такой опыт, должен быть, да, пусть поедет в лагерь. И ребёнок вроде не против. Нужно научить каким-то основным моментам, которые бы ребёнка не пугали. Потому что очень часто бытовые проблемы, когда говорят, ну, и носочки за собой убрать, да, или кровать поправить. Если ребёнок никогда в жизни этого дома не делал, ну, безусловно, у него и слёзы, и истерики, и там, кто-то же может подсмеяться. Когда, допустим, есть запрет на гаджеты, да, чтобы… И очень часто малыши первое, что делают? Сигнализируют родителям, как здесь всё плохо, здесь всё плохо. И родители поступают двумя способами. Некоторые сразу же говорят, я прочитал, отмониторил всё в сетях, в лагерях. Действительно ужасно, воспитатель издевается, коллектив такой. И невзирая на потраченные там деньги, ребёнка забирают домой. Кто-то… Это называется идти на поводу при первом же капризе. Или там кто-то говорит, ладно, ты сиди, он говорит, я не могу жить без чипсов, ну, я тебе всё привезу. А они с мобильными телефонами? Ну, все. Да. Разрешается, да? Ну, просто я его как-то уже выросла немножко. Просто обычно программа в лагере настолько насыщенная, что ребёнку нужно говорить, что ты будешь там вовлечён, ну, не надо быть инертным. Ты можешь привести столько знаний, ты можешь познакомиться со столькими интересными людьми, да, со своими сверстниками, там, из разных школ у тебя появятся, что тебе некогда. В телефон поиграешь когда-нибудь зимними вечерами, когда будешь просто это всё дело вспоминать. Ну, конечно, по первому требованию ребёнка, ну, не нужно бросаться, не разобравшись ситуации. Нужно переубедить, выяснить, да? Ну, нужно поговорить со взрослым. Прежде всего, воспитатели отрядные. Для этого и существует, для того, чтобы решать вопросы детей, для того, чтобы организовать их интересный досуг. Ну, и с малышами, конечно, они водят их и там зубы чистить, и умываться, и помогают. Ну, то есть, если это маленькие детки, да, вот для родителей, которые сейчас нас смотрят, да, и слушают, и они, например, сомневаются, вот немножко им рассказать, как вот с семилетками-то как. То есть, всё-таки им подскажут, может, где-то проконтролируют в первое время, да? Нет, даже не можно где-то их проконтролировать. Ну, то есть, скажут, там, всё, зубы чистим, две минуты. Да, сейчас все встаём, чистить зубки, там, на процедуру. Ну, наверняка первое время будет отторжение у детей. Конечно. Потому что вот этот режим, и к нему действительно сложно. И как так, если мама с папой иногда где-то не увидели с утра, или вечером ребёнок там уснул, ну, ладно, спи, да? Да, не буду трогать. Уже не буду будить зубы чистить, то там всё, все идут, значит, надо. Понятно, будет какое-то, ну, преломление такое, и немножко стрессовая ситуация. И, знаете, очень такое серьёзное взросление в лагере наступает, потому что ребёнок-живучица начинает понимать, что он, собственно говоря, может какое-то время жить изолирован от родителей. И с ним ничего не случается, да? Но, опять же, нужно говорить не потому, что он такой взрослый, самостоятельный, а потому что есть специально организованное пространство, которое контролируется специально обученными взрослыми для того, чтобы ребёнок был под защитой, было всё хорошо. Но и вместе с тем, несмотря на то, что вот тревоги у ребят бывают надуманными, бывают и различные ситуации, когда действительно нужно прислушаться к своему ребёнку. Смены попадаются разные, ребята в компании попадаются разные. Бывает очень здорово, когда они остаются друзьями и после, да, и поддерживают эти отношения долго. Бывает так, что попадается какой-то вредный ребёночек, который действительно старается всем что-то там из-под тяжка сделать. Но об этом тоже нужно разговаривать со взрослыми, с воспитателями. Но и, наверное, слово, которое не нужно употреблять, это слово «потерпи». Вот мы как говорим, «потерпи, осталось 5 дней», да? Что значит «потерпи»? Как будто дыхательный, да? Не потерпи, организуй, осталось 5 дней замечательного отдыха, посмотри, сколько ещё можно успеть, там какие-то такие вещи. Ну и каждый из нас знает своего ребёнка, мы прекрасно знаем, когда его грустная муська – это на самом деле большая печаль, а когда это, когда, ну, просто такой способ вызвать родительскую жалость, да, и чтобы родители пошли на всё, что угодно. Об этом же тоже нам всем известно. Но если ребёночек очень домашний, если он очень тихий, очень спокойный, если он такой интроверт, то, конечно же, мы в лагере в 7 лет делать ещё нечего. Ему будет тяжело, психотравма, да? Ну, вот это вот моё мнение, да, у каждого оно своё. Но я считаю, что слишком малые ещё детки бывают подчас. Бывают очень активные, которые всем по такому социальному возрасту являются гораздо старше. Кто-то в 7 уже освоится, кто-то в 12 будет готов. Кто-то в 12 будет, да, да, сидеть и ждать, отмечать крестиком дни, когда его заберут. А вот вы говорите, что 7-леток меньше гораздо, но тем не менее, всегда же по возрасту? Или они тогда сборные, если, например, мало будет 7-леток, а отряд не наберётся? Или всё-таки... Отряды же не бывают строго, там, 7 лет, 8, как-то подбирают по... Ну, всё равно рядышком возраст, наверное, в пределах. Любые 17-летние никогда не окажутся 7-летними, там, и наоборот. Да, это понятно, с позиции, там, здравого смысла всегда формируют. В общем, плюсов много отправить в загородный лагерь, потому что у вас ребёнок приедет совершенно другим, вы его не узнаете, будет сам чистить зубы, стирать, скорее всего, стирать свои носочки и так далее. По крайней мере, первые 3 дня точно. А кто там будет стирать? Ну, родительские книги же никто не отменяет. И родители, как правило, привозят стратегический запас всего, чтобы хватило на недельку. Ну да, раз в недельку, говорят. В общем, решать вам, отправлять или не отправлять, но, тем не менее, всё-таки плюсов здесь больше. Если ребёнок, в принципе, активный, общительный, коммуникабельный, то почему бы и нет? На свежем воздухе отдохнуть, приучиться к режиму, а не сидеть в гаджетах. Потому что, как правило, если они летом дома остаются, бесконтрольные, дом одни, родители на работе, либо это телевизоры, либо это гаджеты, и мы не всегда можем, к сожалению, проконтролировать. С передвижением через холодильник. Да, втихаря там идут чипсы, батончики шоколадные, и это прям сложно проконтролировать. А там действительно будет хорошее здоровое питание рациональное. Ну, самое главное, я считаю, это свежий воздух. Свежий воздух, физическое упражнение, какая-то закалка, взаимодействие с сотенами. Хотя они все их любят, я помню, в лагере была, и утром, когда будет, и говорят, вставайте на зарядку. Думаешь, ё-моё, опять это зарядка. У нас телефон, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна, доброго вечера вам. Когда я своего ребёнка отправляла в лагерь, были такие случаи, что у него полностью украли всю одежду. И вот в чём я его отправила, то, можно сказать, я его забрала. А сейчас как камеры хранения там, потому что есть все дорогие, хорошие, покупаются для детям. Как за это отвечает лагерь? Татьяна, спасибо вам за вопрос. Оксана Николаевна, вы не знаете случайно? Вопросам безопасности сейчас уделяется очень-очень большое внимание, потому что есть и все случаи, когда вот если раньше в наше время, так скажем, не знают, полагая, что ребёнок Татьяны был давно в лагере, да, родители как бы ещё говорили, ну что ж, или там сам виноват, никаких разбирательств не проводили. То сейчас, конечно же, по каждому случаю мы говорим о том, что вот как раз, наверное, спасибо за звонок, это очень хорошенький вопрос. Переход, да, про сохранность своих вещей. Сейчас этому вопросу уделяется очень большое внимание, очень серьёзно, и он держится на контроле не только в лагерях, в лагерях на особом, потому что вот очень... Мы не говорим о том, что дети не теряют ни мобильных телефонов, ни каких-то своих принадлежностей, безусловно, теряют, и не всегда виноваты в этом другие. Бывает, что и ребёночек бывает такой растеряшкой. Вот, но каждый случай администрация лагеря держится на контроле, и виновники обязательно находятся. Вот, ещё один момент, который сейчас тоже будет очень распространён, это оставление вещей во дворах. Когда ребята, допустим, выходят в кофточках, в беседке, в ветерочках, да-да-да, заигрались, забегались, потом вспомнили, что давно-давно пора домой, побежали туда. Мама спросила, где, не помню, где, я не знаю, кто-то взял, да, и вот этот волшебный кто-то, конечно, может стать виновником всего. Ещё раз с ребятишками нужно проговаривать, в лагерь ли они едут, на улицу ли они ходят гулять, что за вещи надо отвечать самостоятельно. Тем более, что сейчас достаточно большое такое количество сумок поясных, да, каких-то для девочек, таких симпатичных дамских сумочек, куда можно положить ключи, телефон там, не рассовывать их по карманам, не нервировать родителей их потери, не поднимать в ружьё всю местную полицию для того, чтобы вести розыск телефона, который, возможно, где-то просто был брошен, и никто его не украл. А как они всё-таки вещи, как раньше, тумбочки, шкафчики? Я, знаете, тоже давно не была в лагере. Ну, вот я дуеду, я дуеду, я дуеду тоже. Ну, это, наверное, очень такой интересный повод, да, информационный, вам посетить лагерь и посмотреть, как там сейчас обстоят дела, и интерес такой. Возьмём на заметку, Татьяна, посмотрим, как-нибудь, когда поедем, как детки у нас, где хранять свои вещи. Ну, думаю, по лагерю, в принципе, вопрос исчерпан. Теперь хотелось бы поговорить о безопасности. Такой большой вопрос – безопасность детей на каникулах. То есть не все поедут в лагерь, кто-то будет в городе, останется, и будет, так скажем, предоставлен сам себе. Ну, опасностей подстерегает много. В том числе и детки у нас любят и ходить купаться, купаются иногда одни, ходят в зону отдыха, кто-то пытается прыгать с моста, что у нас запрещено. Вот. Давайте, наверное, начнём с безопасности на воде, потому что лето, время для пляжа, купания, дети это всё любят. В этом ничего плохого нет, но, тем не менее, надо соблюдать безопасность. Ну, и понятно, что малолетних от них нельзя отпускать. У нас есть определённые правила, требования, то есть с какого возраста дети могут по дни ходить, с какого и должны сопровождать. Сопровождать родители, да. В родичьи 10 лет, конечно, никого не нужно никуда отпускать. И мы каждый раз говорим о том, что в городе Абакани, так же, как и в других территориях, есть специально отведённые места для купания. Они называются официальными пляжами, да, там они оборудованы постами спасателей, которые наблюдают за всей ситуацией и предотвращают все несчастные случаи по возможности, которые происходят с людьми. Но мы знаем, опять же, мы как жители города Абакана знаем, что очень много стихийных пляжей, да, где любой водоёмчик при температуре выше 30 градусов становится, ну, просто источником блаженства. И родители, опять же, в большинстве случаев стали своими законопослушными, но есть и те, кто считают, что водные процедуры и распитие алкоголя – это где-то вот в одной плоскости. И занимаясь своими взрослыми делами, не уделяют времени и внимания детям. Нужно понимать, что вода – это очень коварная. Был факт, когда девочка-спортсменка, приехавшая в гости с другой территории, купалась буквально в нескольких метрах от организованного места для купания, попала в яму, и её жизнь спасти не удалось. В прошлом году у нас также погиб несовершеннолетний, потому что затянуло его течением там в какой-то ум. Нужно чётко, вот как, знаете, как раньше в детственном, строго-настрого, мама под всеми там страхами наказывала не ходить, не приближаться. Вот отношение к водоёмам должно быть именно таким. Под особым контролем в этом году, как, собственно говоря, в предыдущих, находится мост, второй мост, так называемый. С которого все очень любят прыгать. Да, прямо, знаете, школа взросления определённого. Надо обязательно прыгнуть. Если ты прыгнул, перешёл на другой уровень. Ей всегда там говорят о том, что и взрослые мужчины, отцы, когда там им рассказывают, что они неправы, и нельзя ребёнку говорить о том, что так было всегда, так уже совсем по-другому давнём-давно стала. Ответственность уже другая. Будут привлекаться родители к административной ответственности. Сначала будет вынесено предупреждение, объявлено. Если эта мера будет недействована, то родители могут быть и привлечены. Примаем телефонный звонок. Добрый вечер. Вот и что хочу сказать вам надвижно про купание. Если когда человек и ребёнок далеко заплывает, он может внезапно надувать. Как в этом пути поступить, скажите? Спасибо. Внезапно что? Я немножко не расслышала. Если... А тонуть начать здесь далеко заплывает. Да, вот для этого государство про это и думает. Администрация города об этом печётся. Для этого и организуются специально отведённые места для купания. Оборудованы специальными постами, где дежурят специально обученные люди, готовые оказать помощь, которые плавают очень быстро, которые знают все моменты, которые нужно реанимационные провести впервые для того, чтобы помочь человеку. Поэтому не нужно. Особо у нас бывает такое, что уходят в какие-то укромные, да, чтобы никто не видел. Там тихо, спокойно. Но если вдруг случилась беда, то это укромное место, такое притягательное, такое замечательное, ещё 5 минутами раньше, которое было, становится очень опасной ловушкой. Потому что тебя там никто не видит, криков твоих никто не слышит. И, безусловно, это может быть такой бедовой бедой. Вода действительно опасная. У нас взрослые, если люди даже тонут. И причём те, кто хорошо плавает. Бывают такие случаи, что говорить о детях. Поэтому нужно быть очень осторожными. Особенно от воды нужно беречь дошкольников. Потому что все помнят, как правило, они падают лицом вниз, от этого пугаются, вдыхают воды. И вот на эти все моменты нужно обращать. Если вы пришли на пляж и видите, что рядом расположилась компания весёлая, развесёлая, то в парке отдыха есть иконная полиция, дежурят отряды полицейские, наряды, которые могут оказать помощь и предотвратить беду. У нас ещё один звоночек. Добрый вечер. Да, да. Да, слышим вас. Татьяна. Ага, Татьяна, ещё вопрос. Был такой у нас случай в Абакане. Ну, ещё и молодая была. К бабушке приехал внук, и она с ней пошла на речку в зону отдыха. Она сидела на берегу. Ну, мы там вдали загорали. Ну, потом слышим шум, дам люди. Как она отвлеклась, непонятно. Ну, внук её маленький купался на круге на этом, на резиновом, это чёрном. И вот, раз ты ищешь. Ну, парни все стали его искать. Пошли вдоль, туда, через. Пошли туда. А он утонул. Представляете, совсем недалеко от берега. Совсем недалеко. Ну, и вовсе время не спасли. Скорую вызывали, и всё, но не спасли. Так что вот рядом взрослый, где-то она ворнула, куда-то посмотрела. А он, видать, упал с этого колеса, и всё, и заслевнулся. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Очень печальный случай. К сожалению, действительно, бывают и такие случаи, что взрослые где-то чего-то. Мы свернули. С вами не первые, да, говорим о водоёмах, мы говорим о безопасном окне постоянно. Да, да. Мы говорим про электроприборы, о том, что нужно обязательно там оборудовать окна, там, защёлочками специальными, покупать крепления. Там, не боже мой, оставлять там диваны, табуреты, всё, чтобы, особенно когда дети маленькие, чтобы любопытство их не победило, чтобы не пришла в дом беда. Но только, наверное, вот такие случаи, когда сами ещё, как каждый житель вспоминает, что он, да, такое слышал, такое было или на его глазах, или у его соседей, или у его знакомых, или он об этом где-то читал, что это не надуманная нами там с вами какая-то проблема или какой-то вопрос, который необходим, что это действительно та жизненная реалия, в которой нужно жить. Вот особое внимание вот сейчас, если говорить дома, нужно уделять электроприборам. Мы буквально вчера были в вечернем межведомственном рейде, как раз посетили 15 семей, это и ребятишки, которые состоят на учёте, посмотрели, как родители организовали занятость, что они там делают, как проводят каникулы, и семьи, которые находятся в социально опасном положении. Конечно, что мы отмечаем сразу же, это частный сектор и проводка, которая торчит, висит, болтается, которая на уровне, наверное, детского лица однозначно происходит. Это ребятишки с водяными пастолетами, которые уже сейчас, несмотря на эту погоду, а когда жарче станет, будут бегать. И вот это незащищённое электричество. До беды всего один шаг. Поэтому, опять же, призываю, по-другому не могу и не умею. Я призываю посмотреть критически на своё место обитания, на своё жильё, на квартиру, на дом, на дачу, потому что очень многие семьи сейчас выезжают на лето на дачу, чтобы было там безопасно. Очень постоянная просто беда, и когда приезжают в рейдовых мероприятиях, мы видим, ну и давайте за собой такой грех отмечаем, когда телефон сняли с зарядки, а зарядку оставили в розетке. Особенно контролировать такие моменты, если все уходят из дома. Тем более, когда у нас сейчас такая погода, ливни, грозы, для того, чтобы избежать больших-больших неприятностей. Потому что, как бы то ни было, статистика, там есть статистика, нам хуже, когда цифры больше, лучше, когда они меньше. Но если они не равны нулю, значит, где-то есть беда, которую не смогли предотвратить. Оксана Николаевна, Вы сейчас сказали про частные дома и дачи. И мне вспомнилось, что у нас по стране, и, по-моему, у нас в регионе были случаи, когда дети тонут в септиках. Вот такой очень важный момент. Мне кажется, сейчас самое время проверить, чтобы все было четко там закрыто, чтобы у детей не было доступа. Потому что это так страшно, как оказалось. У нас же, по-моему, тоже был случай в республике. И в прошлом году, по-моему, в одном из районов. Ну, знаете, Алтайский район был. Когда нам родители, помните, раньше говорили, на канализационные люки не наступать, крышка перевернется, там, все, мы тебя не достанем. Да, да. Вот с септиками должна быть точно такая же история. Ну и плюс, мне кажется, обезопасить так, чтобы его невозможно было даже ни поднять, ни сдвинуть. Только взрослый, чтобы. Ну, крышечку. Крышечку, конечно. Обычно крышки у септиков очень тяжелые, да, и ребенку не поднять. Нужно постараться, чтобы выездить. Ну, бывает такое, когда малыши там прыгать начинают. Это должно быть в каждой семье под строжайшимся при этом. Крышка септика – это место просто, бермудский треугольник, где все пропадает. Нельзя, не боже мой. А знаете, мне кажется, еще проблема в том, что родители у нас, многие, не проговаривают опасные места в доме, в квартире с детьми. Почему-то многие считают, что дети и сами откуда это должны знать, но они не рождаются с этими знаниями. Если родители надеются на педагогов в школе или там в детском саду, то это неправильно. Мне кажется, вот в этом и половина беды в том, что у нас родители не проводят беседы. Они считают, что дети с рождения все знают. Ну вот это вот недоработка родительская в том числе, что вот что-то происходит. Плюс свой пример, плюс сами безответственные. Не перекрыли септик, не досмотрели, еще что-то. Ну недосмотреть, вот это еще такой момент, что это действительно такое, хоть с кем может произойти, на 2 секунды отвернулся. Надо просто, по сути, создать условия безопасные, что даже если ты отвернулся на 2-3 секунды, с ним ничего сильно страшного не произойдет. Вот здесь, наверное, даже не то, что, Надежда, они не проговаривают родители со своими детьми какие-то моменты. Они не замечают этих бед. Они сами не видят опасных мест. То есть для них нет вроде как. Абсолютно нет. Ну септика септика. Ну опять же, коли мы коснулись частного сектора, мы когда рядовать приходим, все привыкли, каждый у себя дома вроде бы как хозяин. К примеру, были вот вчера в частный дом ведется стройка, около крыльца огромнейшая куча стройматериалов, песка, там мелко нарублены дрова уже заготовлены какие-то, которые не убраны. В ямке между песком и гравием поставлено крыльцо. Но знающий человек, конечно, сможет перепрыгнуть там, выскочить. Ну допустим, если я там вчера была первый раз, для меня это был просто квест, лабиринт. Потому что нужно было попасть в нужное место для того, чтобы не мимо крыльца, не под крыльцо. А дети к этому же привыкают. И родители ростят детей в этих условиях. Они считают, что ну нормально, он же привык, ничего страшного. Точно так же висит проводка, гроб, ну просто вот змея. Я спрашиваю, что это такое, ребята, вы почему это не убираете? Он всё знает, он ничего не трогает. Подожди, он если вдруг споткнётся, интуитивно ему нужно будет, так же, как мы всегда, хватаемся хоть за что. За воздух, за воздух. Но если есть что-то, за что можно схватиться, придержаться, конечно, если попадётся в руки этой проводкой первой, значит он непроизвольно схватится. Поэтому, наверное, в преддверии, особенно дня защиты детей, для того, чтобы сберечь каждую жизнь наших детей, ещё раз, уважаемые родители, присмотритесь критически, осмотритесь на то, насколько безопасно у вас дома. Это касается ножей, которые, знаете, бывают у нас такие, ну выставочные ножи, которые на неустойчивой поверхности, да, они очень красиво поданы, в интерьер вписаны замечательно. Но, опять же, очень небезопасно расположены. Это про вот подоконники, про окна, есть там какие-то малыши, нельзя, чтобы подоконник был пустым, чтобы он привлекал. Не надо делать выставку игрушек на подоконнике, как это бывает, знаете, москитная сетка, да, и там вот впритык там игрушки. Не нужно, нужно вот прям посмотреть, что же в вашем доме может принести беду. И самый распространённый, со мной не случится, не дай бог с вами случится, никогда в жизни уже этого себе не простишь, да, потому что подумаешь, вот столько вот, это же можно было легко предотвратить. И вот, наверное, с малышами вот такая история, с ребятами постарше немножечко другая. Это все средства передвижения, которые есть, начиная от самокатов до мотоциклов, мотиков и автомобилей. Наверное, тоже из практики, готовясь сегодня к эфиру, посмотрела, что за вот эти пять месяцев этого года мы рассмотрели 33 материала. Уже на ребят, достигших возраста 16 лет, за нарушение правил дорожного движения, за езду без прав, за какие-то сопутствующие нарушения. И два совершенно, ну, таких, знаете, как, ну, серьёзных для, не только для, там, психологического, психологического состояния атмосферы семьи, но и такие для финансового благосостояния. Когда двум парням были вынесены штрафы по 30 тысяч рублей. Один за то, что находился за рулём своего мотика, ну, понятно, не имея прав, потому что никто их не получал, а возраст-то он не достиг. А второй молодой человек, абсолютно благополучный, абсолютно хороший во всех отношениях, с замечательной характеристикой, находился в ночное время за рулём автомобиля папы и отказался от медицинского свидетельствования. Вот, я как раз хотела этот вопрос поднять, что если раньше детей, ну, ловили, так скажем, хотя бы трезвых, то, как мне в госавтоинспекции рассказывали, что сейчас пьяные дети, бесправные, садятся за руль. Ну, это вообще комбо какое-то. Ну, я так понимаю, опять же, это вот родители, ну, примеры, ну, взрослых, потому что у нас, если взрослые люди считают, что они выпили и могут сесть за руль, ну, дети с кого-то же берут пример, откуда-то им приходит это в голову. Ну, и надежда, вишенка на торт становится, что всё это совершается в ночное время преимущественно. Вот мы опять возвращаемся, да, к теме дач. Сейчас время отдыха, очень часто, как все мы нормальные люди, все родители тоже люди, и они тоже имеют право на отдых, да, вне зависимости от того, когда их праздник. Кстати, завтра тоже Всемирный день родителя. А, да? А это у нас с какого времени? Я вот знаю, что День защиты детей. Такой праздник тоже очень ждён, поэтому можно загуглить, посмотреть всю историю и наравне с детьми отмечать и свой праздник. Но родители оставляют. Мы каждый раз говорим, всем говорим, на заседаниях говорим, с вами в студии говорим. Не оставляйте ключи в свободном доступе. Не надо провоцировать. Точно так же, как конфетка на столе, да, для малыша, которую нельзя брать ни в коем случае, так же ключи для подростка. Он думает, что он совсем, ну, недалеко поедет, совсем немножко. В этом районе никогда никто не патрулировал. В этом районе в 3 часа ночи точно никогда никого не будет. И обязательно встретиться, если так думаешь. И обязательно встретиться с сотрудниками полиции. Обязательно. И многие говорят, так он же собирался там на юридический, он там на экономический, он собирался военную карьеру построить. Так вот не надо искать виноватых в полицейских и во всех остальных субъектах. Ваш ребёнок сел за руль. Когда он садился за руль, он понимал ответственность, которая будет, если вдруг его задержат. То он взял на себя эту ответственность, значит, нужно нести наказание. К сожалению, дети у нас подросткового возраста не всегда осознают, что уже они несут ответственность и что уже отвечать надо за свои поступки. Для них всё это какая-то игра. Игра. Вот они вот заигрались, и они не понимают. По крайней мере, пока не получат какое-то первое уже наказание, пока их не встряхнут, как говорится, вот такие события. Может быть, потом они уже начинают осознавать и чуть-чуть взрослеть. А, как правило, всё равно воспринимают почти все, я думаю, дети так. До первого какого-нибудь вот такого случая. Ну вот у нас, наверное, на моей практике такой. Но пока, к счастью, единственный факт был, когда одного подростка сотрудники полиции на разных автомобилях задержали с интервалом в три дня. То есть он там... То есть ему ничего, никакого рук он не извлёк. Нет, и через три дня опять садится. И через три дня вновь сел за руль, ещё и совершил дорожно-транспортное происшествие. А сколько лет? 17-летие мальчиков. И что в итоге? А какое? В итоге штраф очень серьёзный. То есть он уже наложен... Это на родителей или уже на подростков? Это он в 16-е? В 16-е лет он уже самостоятельно. И постановка на профилактический учёт. Он тоже взрослый практически человек. Говорит, 17 лет. Опять же, как бы то ни было, у нас очень мало подростков имеют самостоятельный доход. И все штрафы взыскиваются с родителя. Особенно, когда вот эти, знаете, да любые штрафы, даже 5 тысяч за езду без прав, это очень серьёзная сумма, которая уходит из семейного бюджета. И вот прежде чем оставить эти ключи, и прежде чем довериться ребёнку целиком, полностью, нужно быть готовым к тому, что если вдруг эти ключи найдут автомобиль, да, ребёнок увидит себя за рулём, то быть готовым к оплате штрафа. Вторая беда, которая тоже имеет место быть, это ВЭПы. Сейчас у нас что-то поменялась ситуация. Помните, одно время мы били тревогу, потому что у нас в городе именно были случаи отравления. Некоторые даже там на школьных дворах, где-то в туалетах, грубо говоря, парили, и потом это всплывало, кто-то потравился, попадал в больницу. Вот в городе сейчас как обстановка? Не было случаев в последнее время? Смертельных исходов не было, к счастью. Ну, а что в больницу с отравлением попадали? Отравление по-прежнему есть. То есть всё-таки в Абакане фиксируется? Где они парят сейчас? Где они парят? Вот парят, они везде, где могут, так скажем, где полагают, что их ни за что не увидят. А кто их, как правило? В смысле, это в школе происходит? Если в школе, то в администрации, дежурные педагоги. А если просто в городе? А если в городе, то это особая история, потому что там прохожие, что ли, из-за... У каждого из нас есть в руках гаджет. И очень много неравнодушных прохожих, жителей дома, допустим, с балкона, к примеру. Вот оно как. Ну, то есть у нас, получается, подростки-то не понимают, что сейчас время-то такое, что много групп в социальных сетях, и сейчас не знаешь, в какой момент тебя снимут и разместят в группе. То есть вот таким способом потом до вас доходит эта информация. То есть, в принципе, сейчас это всё легко наружу выходит. Потому что любая фотография имеет дату создания. Любой подросток с условием быстрого общения, с условием групп различного рода, быстро личность устанавливается. И вот мы потихоньку-потихоньку начинаем говорить, что всё, ребят, все слепые места в городе практически уже закрытые. Теперь всё открыто для того, чтобы можно было проследить, просмотреть. С одной стороны, конечно, это такой и очень сложный момент, когда ты, казалось бы, 24 на 7 под камерами. С другой стороны, это дисциплинирует. Вот один из последних случаев подростки вольготно расположились на лавочке и попробовали парить. Абсолютно благополучные ребята, спортсмены. Но очень хотелось им быть как взрослые, как другие. Кто-то из жителей снял эту замечательную картину и направил сразу же в какую-то группу, в паблик. Сразу в официальный. И эти ребята были все установлены. И их сразу же узнали. Конечно. Опять же, мы говорим о том, что никто не отменяет добрососедских отношений. Если эти ребята живут у вас постоянно, вы их знаете, они там всю жизнь прожили, их принесли из роддома в конверте сюда домой, мамы гуляли с колясками, то, наверное, можно об этом сначала сообщить родителям. Кроме того, что... На уши обозрения. Да. Наша самая большая – не просто их наказать, предать общественному порицанию непонятно чему, а для того, чтобы этот факт для них стал единичным, первым, последним, что называется, для того, чтобы родители об этом узнали, чтобы меры какие-то приняли. А не для того, чтобы весь город узнал, застыдил. Да, да, да. Написал тысячу комментариев гневных о том, как... Ну, в соцсетях действительно люди очень жестокие пишут комментарии, и осуждения можно много получить, если так понаблюдать, что у нас в пабликах происходит. Я сразу же скажу, что я не призываю скрывать правонарушения, я не призываю скрывать преступления, никакое-то неблагополучие, но бывает очень часто, что вот этой беседы родителя с ребёнком хватает для того, чтобы его поведение вернулось к норме. В общем, в случае... Ну, дети парили, парят, или, дай бог, будет меньше случаев, потому что мы регулярно, чуть ли не раз в неделю мы про вейпы говорим, про то, насколько это вредно, что это бывает ещё вреднее, чем обычные сигареты, потому что неизвестно, какую дозировку получишь при парении. Ну, в общем, хочется, да. Когда причину, ребята говорят, почему это происходит, они говорят, это очень вкусно пахнет. Ну, да, вот выдыхаемый, это же действительно такой химический запах специфический, который привлекает. А про последствия они не хотят задумываться. У кого-нибудь другого могут быть пагубные последствия, а у него-то точно нет, однозначно нет. Он же немножко. Он же немножко, чуть-чуть. И может быть временно и когда-нибудь бросит. Да-да-да. Всего один раз. Как правило, да. Следующий вопрос. Вот мы с вами перед эфиром буквально обсуждали. Что делать, если ребёнок потерялся? У нас 15 минут до окончания эфира. Вот ещё время немножко есть. Сейчас лето, и бывает такое, что дети загулялись, темнеет поздно. И могут, ну, загулялись где-то, потерялись, пропали. Хорошо, если они ушли, ну, с детьми заигрались и вернутся. А бывает такое, что 11 часов, 12 ночи, а ребёнка всё нет, если так произошло. Как в таком случае быть, как быстро подавать на розыск, обращаться в полицию? То есть всё-таки по вашему опыту, что можете сказать, как необходимо действовать родителям в такой ситуации? У родителей есть в таких ситуациях, как минимум два вектора, да, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Первое – это когда родители уверены, что с ребёнком ничего не случится, и они его могут найти сами. Сами они его в большинстве случаев не находят и обращаются, опять же, в полицию, но гораздо позже. Можно, знаете, сделать обращение, когда ребёнок обещал вернуться в 9, а вот уже на часах 11, и телефон его не отвечает, и раньше никогда таких вещей не было. Можно сделать сообщение после 11 в полицию, а не дождаться 3-4 утра, да, когда вот нужно... Нужно... Сами не спят родители и начинают... Только изводятся с себя. Сотрудники полиции, конечно же, в 11 часов ещё все бодрствуют, и можно созвониться с одноклассниками, гораздо больше информации получить и с классным руководителем, и с кем-то угодно, да, потому что ближе к утру все очень инертные, все спят, и какую-то информацию с просонника быстро вспомнить и дать, конечно, гораздо сложнее. Поэтому, если ребёнок никогда не был в этом замечен, сообщать об этом нужно оперативно, дабы не было беды. У нас есть самоходчики, которые постоянно где-то состоят на учёте за то, что... Уходят постоянно. Уходят из дома, да. Постоянно мелькают в лентах, да, что их потеряли, ушёл уже не первый раз. Да, потерял, ушёл, да, 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 да. Да, вот, конечно, такие, как правило, они всё равно дети. И места пребывания у них куда не уходят. Одни и те же сотрудники полиции известны, и родителям тоже они известны. Вот там бывает, что родители выехали, посмотрели в одном месте, нет, в другом, ну, и там ближе к часу ночи сообщают, а вот он не пришёл, помогайте. И опять же личный состав поднимается и идёт искать. Это если касается подростков. С ними сложнее гормоны играют, да, там, хочется быть взрослым, и родители ничего не понимают ни в жизни, ни в воспитании, вообще ни в чём. Поэтому нужно вот их таким образом проучить своими самоходами. А вторая ситуация, когда малыши, мы видим же, когда они бегут, там, обозначили время в семь, да, вот они мчатся всех ног и домой опаздывая. Мамы там переживают, нет, там, телефон сел. Опять же, телефон должен быть у малышей всегда заряжен. Контролировать нужно это, смотреть, чтобы у ребёнка было хоть сколько-то денег для того, чтобы можно было совершить звонок. Обязательно знать, чтобы ребёнок знал ваши телефоны, куда можно позвонить. Да, наизусть позвонить, связаться немедленно, с чужого телефона, с любого телефона. Рассказать, куда обращаться, там, в магазин заходить, у продавца просить. Ну, то есть к тем людям, которые безопасны, да, которые вот на своём рабочем месте. И ещё один момент. Вот завтра будет большой праздник, огромнейшая толпа будет. Да, да, да. Таких весёлых людей. Жизнерадостей. Да, для того, чтобы не потеряться, нужно сразу же по приходу на праздник, где мы будем встречаться. Если что, жди меня вот здесь. Если вдруг ты меня нигде не видишь, знай, что я буду стоять там вот в этом месте. И тогда у ребёнка спокойствие будет. Ну, у вас, собственно говоря, место обозначено, и ребёнок будет знать, где искать. А сейчас по-прежнему на праздниках интересно делают так, ну, площадка, да, там, в микрофон, говорит, так. Да, да, да. Когда у ребёнка стоит, у нас такая-то девочка, она потеряла маму и папу, подойдите, пожалуйста. Ну, хорошая, это всегда было, ну, наверное, так и осталось, если есть площадка. Потому что сразу же обозначают несколько, да, даже несколько раз в течение праздника, куда подойти всем потерявшимся. Есть, да, место для поиска друг друга. Это правильно, но опять же, вот пришли на праздник, сразу ребёнку обозначьте, куда нужно идти. Потому что всегда ведущая она яркая, нарядная, да, и она отличается от просто обычных гостей праздника. Вот такие моменты, вот они вот абсолютно не требуют никаких мысленных усилий, да, никаких там физических. Просто чётко проговорить, чётко выучить, не впадать в панику. Потому что очень часто дети бывают гораздо спокойнее, чем родители, когда мама потеряла, и всё, мама дичайшая. Я представляю, как это, ну, родителям это же посидеть можно. А он там где-нибудь закопался, играется, увлёкся и никаких проблем не испытывает. Вот, и телефончик. А если ребёнок, например, заигрался, не вернулся вовремя, и, естественно, родители разозлились и встречают его, например, ну, с ремнём, грубо говоря, с наказанием. Почему так не надо делать? Я знаю, что так не надо делать. Ну, то есть, встречать с ремнём или там ещё с каким-то наказанием, потому что можно напугать так ребёнка, что в следующий раз он, когда заиграется, он скажет, «А я не пойду домой. Сейчас подбудут. Сейчас мне ещё поддадут, я вообще лучше не пойду». Ну, может такая реакция быть? И мне кажется, у многих такая будет реакция. Это уже такая вот, ну, инстинкт самосохранения, что ли, я приду домой, а меня сейчас там… Дом должен быть самым безопасным местом, куда ребёнок возвращается в любом состоянии. И, допустим, опять же, вот из практики есть звонки подростков, когда они понимают, что не контролировали ситуацию, там употребили алкоголь и боятся. Боятся идти домой. Идти домой. Заберите меня в Черногорск. Ну, мы все, все подростки знают, да, все наслышаны. Сами говорят так. Что там Черногорский центр, да, куда собираются ребята, у которых проблемы с родителями. То есть они сами говорят «заберите меня, я не хочу возвращаться, иначе меня там встретят хорошо». Да, может быть, там, может быть, им никто и не поддаёт. Меня мама будет ругать. Конечно же, мама не обрадуется, ни одна мама не обрадуется, если 15-летний ребёнок придёт пьяным, да. Ну да. Вот, а такое как бы избежать. Сотрудники полиции, безусловно, относятся очень серьёзно к каждому звонку, но действуют по ситуации. Одно дело, когда родители пьяные дома, да, и когда условий никаких не создано, естественно, тогда есть основания для помещения ребёнка. Когда это каприз ребёнка, когда у него дома там полная чаша, всё-всё-всё и даже чуть больше, и вот уже просто не хватает совести немножко, тогда детки возвращаются домой. И родители, когда сотрудники полиции привозят, тоже, конечно, не так сильно ругаются, но иногда и сами никогда, никак не ругаются. Сейчас летнее время, и, кстати, у детей, у подростков, я так предполагаю, наверное, тоже такой всплеск, ну, что они выпивают, потом приходят как раз в такие. Ну, вечером также где-то погуляли и употребили какие-то напитки. Ну, всё равно это не зима, а летом больше у них каких-то соблазнов, больше выездов, куда-то поехали на природу и так далее, да, с друзьями. И вот мы уже эту тему как-то затрагивали. Давайте немножко ещё раз напомним, что вот если ребёнок пришёл в состояние алкогольного опьянения, вот как надо делать и как не надо, потому что можно сделать так, что навредить и потерять вообще ребёнка своего, и он больше никогда не будет с вами ничем делиться, и вы усугубите положение, я помню, вы сами про это рассказывали, то есть как надо и как не надо, но у нас чуть-чуть время есть. Мне кажется, важный момент, то есть пришёл ребёнок первый раз, выпивший, выпил алкоголь, вот как надо реагировать? Понятно, что сразу же у некоторых истерика, кто-то ругается, кто-то волосы на себе рвёт. Наверняка ребёнка в любом случае большинство, эта реакция будет именно скандал. А как надо делать, чтобы, ну, чтобы, например, не произошло такое больше? По ситуации дети разные, родители разные, да, с ребёнком, ну, как и с любым пьяным человеком, ребёнок такой же пьяный человек. Он такой же человек, ну, чем тише, вообще с пьяными, говорят, не надо связываться. Чем тише и спокойнее будешь, тем будет лучше. Отправили спать, а утром поговорили на свежую голову. Но нужно смотреть. Опять же, очень дети стали, подростки стали более восприимчивы к алкоголю. И очень вот непропагандируем, да, в материалах, когда употребляют. Почему-то меньше всего вреда, на их взгляд, оказывают фруктовые, там, вот эти фруктовые различные коктейли и пиво. На самом деле газированные напитки – это очень серьёзный вред, да, для любого человека. Помимо того, что это алкоголь, это ещё газированный, это на весь ЖКТ. Да, и на мозги. И опьянение происходит очень быстро и внезапно. И вот эти вот у нас те ребята, которые вдруг на улице заваливаются, ну, давайте всё даже умножим на жару, да, и вот получаем дикий коктейль, который, собственно говоря, несовместим с нормальным существованием подростка. Если ребёнок нуждается в медицинской помощи, нужно обязательно обращаться в медицинскую организацию, потому что ребятам оказывают и капельницы ставят, и какие-то уколы для того, чтобы их вывести из этого состояния. Я так понимаю, родители просто некоторые побаиваются. Конечно. Выносить ссор из СБД. И вдруг на какой-нибудь счёт поставят. Ставят на учёт детей? Ставят на учёт. То есть если обратиться, и это 100% уже сразу поставят? По ситуации. Если ребёнок доставлен в больницу, если он госпитализирован, если ему оказана экстренная медицинская помощь, да, и очень часто ребят же оставляют в таком состоянии на ночь под медицинским наблюдением, безусловно, он нуждается ещё в дополнительных консультациях врача-нарколога, да, или медицинского психолога. Учёт вот сам по себе, ну, это не такой страшный зверь, как и я. А боятся учёта в наркологии, что это всё, всю жизнь перечёт. А учёт в наркологии – это серьёзно. Это уже, да. Каждый раз, когда вы понимаете, что ваше будущее, ну, вы там видите какой-то недостижимый какой-то замок, помните, что нарушение закона на его пути, ну, никоим образом не должно быть, что алкоголь там до 18 лет вам категорически воспрещён. И там вот вейпы категорически запрещены, сигареты в той же серии. Поэтому нужно понимать, чего ты хочешь – 7-минутного удовольствия или каких-то стабильных планов на будущее. Вот об этом нужно говорить с детьми. А если ребёнок пьян, если эти случаи повторяются, конечно, знаете, не нужно ждать, пока из него вырастет такой хронический алкоголик, который потом ни семью не построит. Или если построит, то у нас такие случаи, когда потом лишены родительских прав молодые, совершенно молодые, там, знаете, 95-96 года ребята, ну, я считаю, совсем молоденькие, которых вот вовремя не предотвратили вот эту их тягу к алкоголю, вовремя не оказали помощь. Всё уговорами, беседами, какими-то там предупредительными мерами, когда нужна была уже конкретная помощь. То есть пришёл ребёнок, если пьяный, так скажем, лучше, ну, если он нормально себя чувствует, отправить спать, а наутро уже поговорить. А уже наутро начинать разбираться. И без скандалов лучше. Безусловно, ну что, самое такое, ремень и крик, это первый признак бессилия, да, всё, у нас аргументы закончились, я могу только либо тебе поддать, либо кричать безумно, да, любые слова, за которые потом мне будет стыдно. Вот такие ситуации, конечно, частотны, когда что-то происходит. Я думаю, у нас уже эфирное время подходит к концу, минут, полторы минуты, до окончания, Ксана Николаевна. Хочется, ну, подытожить, может быть, у вас к родителям перед праздником есть какое-то поздравление, какие-то напутственные слова к нашим зрителям. Самое важное, мама, папа, старший брат, дедушка, бабушка, будьте личным примером для наших ребят, для того, чтобы именно на вас они равнялись, чтобы они с гордостью говорили, я такой же, как папа, я такая же, как моя бабушка, я вот умею там то-то и то-то, потому что никто не сможет вложить больше в ребёнка, чем те знания и та любовь, которую он получает в семье. Если вы сами не будете показывать ему дурные примеры, если не будете ему говорить, давай перебежим вот здесь через дорогу, всё равно никто не видит, то, конечно же, он так делать не будет. Будьте сами порядочными, законопослушными, и у вас будут самые лучшие дети. Спасибо. Замечательные слова Оксаны Клайевны. Спасибо, что пришли. Сегодня очень была такая душевная, впрочем, как и всегда, беседа, очень такая полезная, думаю, в преддверии замечательного праздника. Всех наших телезрителей хочу поздравить с наступающим праздником, Международный день родителей. Завтра, ну, а наших самых юных зрителей и слушателей детей с Днём защиты детей. Вот. Завтра все приходите на праздник возле ЦДТ, и в парке Орлёнок всё это будет. Хорошего вечера и не прощаемся.